welcome 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 дорогие друзья давайте музыку сам начала поставлю потому что эта музыка того стоит у нас ввс кубок чемпионат который провожу я сам за свои деньги за свое время я здесь как говорится бог и судья но не для того чтобы чест для того чтобы собрать крутых ребят чтобы они поиграли друг против друга чтобы развивался как-то киберспорт в снг и турнир проводим под гудгеймом на гудгейме была создана у нас сеточка на сам турнир зарегистрировался 36 команд 35 это потому что я одну команду отчислил а так как мне надо было заменить ее и в итоге мы получили довольно неплохой турнир в котором весь прошлый год мы провели 12 турниров 13 был турнир это финал года в котором мы выявили супер победителей и супер победителем оказались два коллектива это команда нафинг ты луз и команда эйфория и сейчас они находятся в нижней сетке в полуфинале где будут играть best of one друг против друга повторение прошлогоднего финала года там проиграла команда эйфория со счетом 31 а сейчас им нужно выиграть всего одну карту команды нафинг то луз который не полном составе играет без кой принцесски кой принцесски как выяснилось учеба он отметил что слишком поздно получается воскресенье турнир был и 16 00 я его стартовал из-за московского чемпионата надо было все же субботу проводить за этого кой принцесска играть не смог и они ему как раз ки замену находили а впереди их ждет соперник cmd новый коллектив который вчера в финале был проигран и их партия была проиграна со счетом 02 команда тень евро enjoy нерс и они себя назвали так потому что на этом турнире висит призовой 1 тысячи рублей но это на год гейме висит одна тысяча рублей еще 15000 от меня но если кто хочет повысить призовой фонд этого турнира можете прийти сейчас за донатить с пометкой на увеличение этого призового фонда только давайте ну циферки не по 100 рублей по 100 рублей я буду считать тогда что это просто в залог туда на прошлый на будущий точнее турнир потому что у нас будет четыре турнира в этом году и я ввел систему рейтинга а именно команда занявшие места с 1 по 12 получает рейтинг себе после проведения турнира первое место это команда которая приглашается на финал года им рейтинг не начисляется но потому что они автоматически попадают на финал года им не нужно начислять второе место команда которая займет она получает 20 очков третье место 15 очков четвертое 10 дальше 5 3 и 1 очко для команд вот которые у нас получились 9 10 на этом чемпионате это была команда hidden treasure команда с фабио во главе который ушел от команды как раз к рекординга который сейчас играет в команде эйфория и килинг сприты получили плюс один last simacrum я честно не знаю вот эти две команды они по одному очку написали получили им приписал мне нужны имена их капитанов если кто знает имена их капитанов то лучше добавьте мне их сюда вот в комментарии чтобы мне было легче ориентироваться лоялити и госдрагона молодцы заняли они выше позиции чем некоторые наши команды которые мы уже привыкли тезаретовцы заняли шестое место или гант это евген глушак занял тоже 5 6 место получается тоже плюс 5 очков но сейчас мы возвращаемся сюда где партия у нас продолжается и там какой-то вылет игрока произошел тогда можно еще поболтать немножко что у нас по драфту здесь вышло давайте лучше не об этом поболтаем поболтаем о драфте у нас 300 нас лулу гнар на топе джарвана лесной и райз райз вечный сприт пушер любопытно то что они выбрали грагаса на мидлей рекординг будет играть на олафе против джарвана что вполне нормально ну и сейчас у нас игра за 100 прелось вот не ну одну очку тоже иногда может зарешать так что вы зря финал года пока предварительно будет приглашено как и в прошлый раз 4 команды победителя и остальные команды будут добавлены в прошлом году мы сделали 10 команд участие чемпионата соответственно были 8 отобраны по рейтингу и две команды потом еще добавочно с турнира номер можно сказать 13 тоже там квалификация была отдельно для него потому что люди попросили чтобы я провел квалификацию тогда ее провел там без призового фонда практически она была помню 5000 рублей да вроде был последний этот турнир 13 но главное было людям желание попасть и там как раз таки я помню генерал пирожок пробился он очень хотел попасть 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 против генерала хс в партию надо будет кстати генерал хс пригласить на следующий турнир на этот я его не приглашал ну все было открыто я это не секретный турнир везде данные есть просто я этот турнир решил нигде не рекламировать сам не ходить свои деньги не вкладывать ну и не хотите не пиариться следующий турниру как раз наоборот я попытаюсь чтобы риуты нас запиарили у себя в группе в к понапишу там некоторым игрокам возможно даже где-то рекламку прикуплю чтобы было максимально известно всем потому что как оказалось видите некоторые ребята и хотели бы поучаствовать да вот не знали даже когда начало турнира поэтому они вчера приходили ну команды 3 так точно было да которые приходили и говорили а чё турнир уже идет ну а чё да а что я могу сделать турнир не вчера как бы был создан а был создан полторы недели назад и везде у меня было написано во время моего стрима стрима нас каждый день идет восклицательный знак ввс табличка весело которая означает что это наш турнир турнир да называется ввс ты не знает когда когда турнир и где нюц да ну что ж маленький разменчик здесь неудачные для шай произошел с рейканом лулу хорошо так замедлили 300 она побила на 2 часа дать видимо 2 уровень спрятаться под вышкой и там уже пересиживать 300 на этим и плоха и хороша хороша она тем что постоянно запушивает линию и е легко вышки убивать а плоха тем что она постоянно запушивает вышки и вы не можете фризить линию так как ее пассивка постоянно наносит а у ешный такой уронщик по крипам и вечно она автоматически пушит такой местный статик у нее имеется пока старт не самый лучший для синего коллектива но у них гораздо сильнее лейтгейм как мне кажется потому что тебе и камила сплит пушит тем более с игна этом тут тебе и грагас который сейчас крайне странный но и за и рейкан с этой стороны у нас есть вроде усиление для 300 на лулу состоящие но в общем-то на этом и все инициацию будет проводить один единственный джарван райис если сможет сплит пушить против камилы тогда можно будет еще о чем-то таком хорошем поговорить в лейтгейме для красной команды но дала это еще очень далеко вы знаете сейчас очень много команд дала это просто не успевает добраться так что посмотрим что будет прям конкретно в этой партии инициация гнар отпрыгивает сторону во всем попадает под w и пропускает пассивку камила что потеряла она даже больше здоровья в чем бвс ну виви серия с в в это виви и серия с сервис это типа сериал мы его вначале хотели до называть там у нас куча разных вариантов было виви project виви секция с намеком селекция типа такая но и виви секс это тоже естественный отбор кто не знает это мутационный мутационный естественный отбор называется виви секция я не шучу то это так есть такое слово русском языке я о нем узнал об этом слове играя представляете какую игру играя в игру которая мне понравилась возможно мы ее в этом году так как там есть продолжение поиграем там dlc вышла же она не в этом году вышла делся и прошлом году вышла потому что вылетел из головы короче и x ком только друг не x ком как она называется мы ее тогда так и не допрошли но по ощущениям уже было видно что нас вряд ли может компьютер станет феникс поинда феникс поинт называется игра но было видно что нас уже победить не могут но официально мы ее не допрошли так что мы ее забросили а забросил я сам ну потому что там опять же турниры по лиге легенд нужно было отвлекаться когда ты стримил чемпионаты там пять дней в неделю просто свободного времени было для других игр сейчас я же целых три игры в виду и я пока не вижу чтобы меня что-то остановил эти три игры пройти им потому что мне все три они понравились дэнт лайт скорее все будет дэнк лайт будет скорее всего завтра хоть я говорил что каждый понедельник но сегодня у нас особая программа как вы видите так что скорее всего завтра будет у нас дэнк лайт уже третья часть прохождения получается октопа тревеллер мне дико вообще понравилось ну и сегодня наверно мы лупера поиграем после стрима так сложно вспоминать игры которые мы не закончили и руки не хватит да у нас от топор выходит но не заходит он в рай за рюкты жарились надеюсь вам проходить раны запретили полностью все рестримы да именно так райты везде запретили рестримы в официальную канфу нас не взяли комментаторов и аналитиков после этой игры ребята будет игра на следующей партии это финал нижней сетки best of 3 команда cmd надеюсь уже готовы и ждет своего соперника кто-то из этих двух команд окажется его соперником а после вот этого best of 3 мы посмотрим unicorns of love против о боже в прямом эфире потому что я уже посмотрел их просто надо запись сделать для зрителей а то зачем я ее смотрел ой тут он скелет кстати 300 зарабатывает момент олаф обворовывает джарвана перефлэшится джарван флэшится за ним выбивает у него шишку грагас выскакивает пытается добить джарвана у него это получается сможет ли грагас отсюда вытяживым думаю да он более того еще даже думает о том чтобы райзу убить потому что разве не так много мана и вообще тем более у него нет урона замедление идет по нему сейчас будет еще пузо лула сюда подходит но наверное не стоит ей подходить близко потому что есть шанс что ее могут тоже убить да лула просто ускорила райза тот отбежал но камила тем временем крайне плохо себя чувствует против нынешнего гнара даже учитывая что у нее есть ignite пока она его одолеть не может но правда сейчас выдает она ignite начинает его бить дает кушку правда в крипчиков и ignite был потрачен но наверное немножко зазря хотя сейчас она хочет опять выдать w прыжочек не достает флэша у нее нет чтобы так зацепиться но игнара ее просто прогоняется линия идем это будет тп тп а подожди тп уже шай тратил за шай вчера мы в кой-то веке видели что наш местный за шай умирает опа умирает без гангов имеется ввиду один на один ульта есть хорошая стампа камиле камила успевает подпрыгнуть на своей ульте и увернуться от гнара и камила остается в живых наверное лучший вариант для нее сейчас это запушить линию вместе с олафом потому что в одиночку она вряд ли справится хотя можно было сейчас и стреколец тоже вариант такой годился за фризит линию посмотрим что она будет выбирать фризит либо пушить она выбирает фризит ляулов убежал лулуху тем временем вместе с тристаны в наравне фармится вот райс проигрываю ой извините выигрывает как разки по фарма у грагаса который проигрывает эмона и вот то плейн проигрывает но тут плеча скилл заработал за фризил линию когда вернуться гнар камила просто пойдет на рекол на телепортации вернется на свою линию и у нее будет даже перевес по предметам потому что она у нее сейчас 200 на руках у гнара и тут 800 на руках да то есть она сможет как раз таки купить предметик да все она видит что происходит но сейчас посмотрим будет ли гнар пытаться фризить ну конечно самое нормальное что можете сделать это вот так вот линию оставить но камила на эту же точку и нажмет телепортацию потеряет она вот этого одного крипчика не так страшно либо посмотрит на тп вниз куда-нибудь здесь нет нигде варда на медлейне может быть какое-то сражение камила идет пешком это странно по мне уж тогда лучше было предварительно и какие-то варды здесь поставить и спину нажать тп раз уж ты хочешь пешком идти хорошая ловля луло и 300 она не может помочь хотя у него была ульта странно что 300 она не выдала час ульту странно что луло не выдал ульту по моему они не осознали что попали под перья пернатого бот-лейна и пернатый бот-лейн попугайчики одолели их джарван с грагасом как то не знает грагас прямая контракт джарвану но не в данном случае потому что он уже попался там камилу с другой стороны рейкан перепрыгивает камила прыгать цепляется за рай за разу добивает джарван дает камбу не попадает у него есть ульта нет у него нет ульты извините у него и и нема только перелетят и заяц рейканом зарабатывает убийство два подряд один на бот-лейне 2 здесь еще 3 подряд убийство не урвали лула пытается нет не успевает не успевает она отменить телепортацию на базу камиле но вышку конечно сломать по золоту вы видите лидирует опа дабл баф кстати у камилы ульта сразу же выдал плашу олов здесь сразу рядом казалось он попадает топором гнар будет сейчас пытаться перепрыгивать а прыжок что потрачено его топором срезают по золоту все еще очень сильно отстоит синяя команда красная за счет своего фарма и драфта в этой стадии игры пока лидирует но лейтгейм вопросительный почему вы просите на я уже говорил у тристана вроде есть усиление от лула но здесь за и рейкан райс вроде как хороший чемпион но камилла камилла не забывайте она реально страшно джарван не соло нахлебавший там на тех моментах сюда идет дрейка вот 1 урвали молодцы что команда рекординга не сдается и продолжает бороться они вчера сразу сказали что победят леганта и даже когда я заявил чтобы что же случилось с вами как же вы так проиграли этот турнир они мне даже так дерзко ответить сказали мы еще не проиграли но молодцы но правда сейчас за убили сместился райс красиво зашел поймал за и у за и не было ульты не было флэша и она могла только ножками убегать и ножки ей здесь не помогли куриные лапки даже так сказал у этого чемпиона убежать она нормально не смогла привет дар валар привет всем кто только только присоединяется тук-тук опа там закрывает лулу вместе с тристаны у грагас есть ульта и какой-то разворот идет шикарный по райкану райкан убегает от флешивается чтобы вы не добили а он все но погибает но тристану на этом сразу же накрыли бомбочкой убили бочкой трахни говорит лулу как обычно в данном случае 300 на это получилось вообще забавно что райты выпустили ролик вы знаете посвященный рунтере по-моему да он был посвящен рунтере новым колодам хотя не подожди я не помню чему был посвящен этот ролик уже даже забыл а главное что там показали лулу и тристану и намекнули нам что у них есть такие как говорится отношения саппортов но также многие шутили на эту тему но не дает у нас диска мило делать соло килл на топе или не делает с горем пополам сделала райс нажимает ульту пролетает снова на зая за седьмой уровень 10 10 и 8 но за через флеш в руки двух игроков остается в живых и можно еще переключиться на разе парочку авто атак даблки для олово то есть она прыгает в олово но ей не хватит час дэмэджа у райкана если прыжок нет отпускает у нее 10 6 становится счет и дракон апнутый можно забирать постепенно пластины на топе можно забирать вышку здесь вышку на ботлайне они так и не отдали вот она чуть-чуть не добито надо только здесь парочку пластины еще ой парочку пластины парочку удар еще сделать чтобы пластинку эту добить не тоже не добивает вышку ой и дрейка не заберут и вышку не забрали и это вышка не забрана и тут вышку даже не успевает добить потому что телепортацию нажал гнар и их остановил и непонятно что делать остаются пока здесь грагас тоже сидит кустах пытаться будет сейчас вылавливать а не игрока который будет здесь прыгивать давайте посмотрим опять трах не кричит лулу вард ставит рейкан не успевает сделать нет такой тайный врыв не ожидали они что лулу прям так в наглую влепит этот вар но вполне это ожидаемо кстати было но они сами не ожидали мало чем фармит видите топ лопат тристану ловят вынуждена лулу давать на нее ульту тристана выживает выдает ульту свою чтобы добить зая но за и не погибает а у тристана довольно много здоровья осталось после этого всего тристана тоже целый предмет уже есть мифический а там легендарный был собран эссенс ривер многие люди просили эссенс ривер перевести в мифические предметы а тринити форс перенести как раз таки в легендарный и считают они что так будет более эффективно на что райты отвечали что эссенс ривер это предмет для ад а тринити форс это предмет для брузеров на топе ну и соответственно они не могут надо значит убирать какой-то предмет для ады керри с одной стороны райты правы с другой же стороны ну действительно эссенс ривер очень многие чемпионы собирает первым и хотелось бы чтобы на нем была мифическая пассивка а не легендарное отсутствие и и да а тринити форс практически никто не собирает основным предметом как итог и ну непонятно зачем вообще он нужен тринити форс из-за этого как бы они намекали что и сенс ривер давайте-ка туда перекинем и все будет проще тогда и гп будет проще и за и будет вот тот же самый проще и лица но они все вот строят свою игру через похитителя сущности вот эту и пассив сюда вот как раз таки вложить тринити форсов скую и все будет зашибись но а это пока не идут на встречу дракона забрала у нас красная команда а я вот про видео хотят сказать то что в том видео как раз кит триста на слула мучили и не успевает лула в этот раз помочь а ведь это старая добрая комбинация 300 на лула вынужден обычно давать ульту на самого не себя но это не поможет против олафа потому что лулина ульта в основном увеличивать и количество здоровья и замедление вокруг а так как олаф имеет иммунитет к этому всему ему пофиг он просто подходит и тебя топорами убивает 12-6 равенство по золоту но фарма был не очень хорош и денег очень много сейчас вложено на олафе наверно джарван получился не лучшим выбором для серёги бикмака играющий ни одной из команд не проиграна джарвана возможно они забирали чтобы разбить комбинацию за и рекан джарвана она тоже очень сильная но конечно же против джарвана очень много чемпионов хорошо работают и один из них как раз таки это олаф гнар тоже попадает под урон здесь уже камила на телепортации прилетает со спиной пытается добить гнар кидает камень попадает но скорее всего ему здесь не выжить к сожалению рейкану достается килл а может быть и к счастью потому что рейкану тоже деньги нужны чтобы быстрее добраться до своей шурели и усиливать скорость передвижения всей своей команды ну и мифический предмет как-никак олаф бежит подбирает топор кидает его в триста но попытка поймать чармом двух игроков одного лоя второго тоже джарвана успевает на комбинации уйти а вот триста на уже никуда отсюда не денется ее поймали топор летит лула он тут сайд степает красиво ее уже казалось бы здесь сейчас перехватит но она трахни опять крикнула и убежала да кто не знает русской версии она именно это кричит тоже никто не знает что она кричит в русской версии я думаю она кричит трахни маленькая лулушка она еще там шалунишка убились с ее топором потому что кто-то говорит что она кричит грохни ну что такое грохни ну эта фраза тоже какая-то непонятно ой как олаф здесь еще бакрал джарвана она старая ей много лет не лула кстати не старая ей ну она не 15-летняя да чтобы вы понимали но она и не старуха это не ведьма лулу по лору по моему где-то там двадцатка что-то такое двадцатка-тридцатка да да там ну правильно да сказать что она она из bundle city из этого места и там время немножко течет по-другому поэтому точный возраст ее назвать нельзя обычным людям на bundle city вы видели как раз в том ролике туда надо телепортироваться в этом месте нельзя просто так зайти попасть оттуда все как раз ким персонажи йордлы там есть путешественник тима есть лулу которая обладает магией есть 300 на который любит большие стволы ну а гнар да он был заморожен но когда разморозилась лисандр разморозился и гнар так что у нас здесь взаимосвязь в этом мире есть большие льды разморозились и разморозился гнар тоже но у нас здесь кстати лулу поймали и трахни здесь уже не поможет или поможет жорван закрывает шай шеф вынужден отслушиваться грага такая медленная ульта прилетает лейтенант лулу спасает свою же пенскую от своей же собственной ультой и вызов идет геральтки на медлайн потому что дракон появится у нас уже через минуту и нужно к нему быть готовым любой ценой хотят при помощи геральтки сломать синяя команда эту вышку чтобы получить контроль над вот этой части карты и дальше решили идти а это возможно уже ошибка хотя лулу щас на базе и сильно страдать от этого не стоит врыв идет игрока соцепляет он рай за райс вынужден отслушиваться также флешить за 300 на 300 не хватает урона но джарван рядом райс выживает джарван зарабатывать первый килл джарван зарабатывает второй килл его рутит начинает его бить джарван уходит ли лулу спасает его но шая добирается до другой жертвы который не прикрыла лулу и того у нас 16 9 становится счет до дракона осталось совсем несколько секунд команда ой стан к камень мимо камень не попал но правда за и здесь наверно уже никуда не уйти а где же миссис камилла миссис камилла димасия не хочет вступать в эту битву грагаса пытается добиться флеша гнар убивает йордл тим под до предварительством этого как называется то мага отшельника и короля димасии йордл тим выигрывает эту битву а вот камилла полицай димасии не подходит камилла тоже старый камилла да камилла себе лезвие взяла место ног что старые ноги и и уже не держали ну что ж дрэйка пришлось отдать с другой стороны много довольно денег отыграла синяя команда этим большим пушам уж не сломали две вышки размен по киллам образовался там шаттаун на олафе на это единственное чем они могли бы пожалеть вот то что шаттаун с олафа и был снят но так то по предметам даже видите у за и уже два предмета у него 8 тысяч а здесь 7 600 и не хватает трестания на второй предмет денег раз сильно перегоняет грагаса до грагаса и не ставил себе цель райза перефармливать он ставил себе цель быть вторым лесником своей команды а первый лесник это олаф который очень сильно доминирует сейчас грагас смещается на туплайн немножко надо фарма там забрать что касается камиллы она 305 как раз таки она пошла в тринити форс хотя ей тоже заходят новые туплайнерские предметы но тринити форс она выбрала и весь мифический дает скорость атаки 10 процентов как вы знаете на мифический один она прикупила это уже стирак про эту пассивку я говорил что многие не то чтобы требует но нарядите этот пост много раз уже поднимался почему эсэнс риверу не дать эти 10 процентов скорости атаки с тринити форса тринити форс сделать обычным предметом не мифический добавить ему статы например но цену оставить такую же нашу раз стартует у нас синяя команда и тут же пошла телепортация от гнара рейкан занял позицию чтобы делать врыв и судя по всему еще что-то будет грагас сверху для дисенгейджа был верхней позиции осталось 3000 и отступает синяя команда блеф они решили свой раскрыть инициация идет под шарели но замедление устраивает гнар рейс тут же делает побег но побег срывается врыв рейкан по трём игрокам прыгает как же побег сорвался рейс только что пытался десантом десантировать всю свою команду но ничего не вышло и он только что можно сказать даже убил свою команду мне кажется у них больше было шансов просто убегать так как он дал ульту они остановились и начали ждать пока его ульта сработает и она не сработала уюю выживает а что остальные пошли делать олаф стартанул же на шора грагас не нашел такие возможности пойти туда ух ну и в брать нашу врагу посмотрим повтор этого момента где райс предлагает своей команде ну да они уже убежали зачем нужна была эта ульта и камила отменяется грагас тоже все отменяет и такое себе на шор конечно же без боя забирает синяя команда и теперь может отправляться на пушинг до дракона у нас две минуты так же придется реально пушить но это те моменты где райс и триста на непонятно могут ли они вообще что-то сейчас делать уральзой нет еще достаточно предметов а триста на сама по себе как чемпион ну таких чемпионов как грагас и олаф ей тяжело убивать ну что олафа она вообще откинуть не может разу наверно больше надо было сплит пушить больше давить на соперника тем что у него есть тоже телепортация а ведь грагас нормально его останавливать не мог никак нашли тут жарвана но не шишка через заветную шишку он уходит за этим временем просто отпушивает медлайн пока что давление решили они играть через 311 не оказывать такое большое и причем одной из единичек стала олов а не грагас какие говорят что грагас походу будет вторым их лесником гнара цепляют не будет в него врыва это просто зонингом сейчас занимаются рейкан отпрыгивает за этим временем пытается добить вышку чуть-чуть не хватает мега гнаром становится прописывается там но по олафу это не работает жарван выдает камбуду не задевает заю и это смерть жарвана смерти еще одного игрока рейкан погибает таки но по-моему это победа nothing to lose чемпионы прошлого года занимает на этом турнире четвертое место получается так и все да проигрывают чемпионы прошлого года ребят без какой принцесски не смогли выиграть но следующий турнир я уже обещал что будем проводить тогда в субботу раз тут было все же пожелание от команд реванш реванш был взят до овощ выходит из игры и можно уже теперь тогда здесь их в рейтинге перенаправлять редактировать редактировать сюда записываем на финг кого только записать потому что такой принцесски то не было сейчас мариарти лиза шайн запишу на мариарти так теперь у нас ребят игра номер два за сегодня должна еще быть в рейтинге